Радостная новость. До Нового года осталось всего 82 дня. Грустная новость. До снегопада гораздо меньше. Настает их время. Тех, кого зимой должна мучить беспрестанные кота, ведь о них все время говорят, их вспоминают им рады в каждом дворе. Как известно, зима всегда наступает неожиданно. А еще один непроложный факт – снегоуборочной техники всегда не хватает. Первыми чистят основные магистрали, параллельно идет уборка во дворах. В основном специализированную технику арендуют. Но пару лет назад пять нижегородских дуков решили изменить правила игры. Когда техника в собственности, ее можно в любой момент выдернуть, завести, поехать. Когда в аренде, арендодатель, как правило, изначально договаривается об одном. Когда время обильных снегопадов, выставляют либо другие требования, либо очищают сначала свои территории, а потом уже отправляют к нам во дворы. Здесь всем командуют белорусские тракторы со скребками и щетками. Это техника больших возможностей. Предназначена для уборки магистрали и главных городских улиц. Ну а дворникам милей средства малой механизации. В отличие от своих старших и неповоротливых товарищей, этой машине не страшны припаркованные автомобили. Кстати, где может пройти большой трактор, проезжает именно такая механизация? А он снег больше или для листьев? И снег, и листья, и грязь убирают. В общем, парад явно удался. А в администрации не нашли ни одного недостатка в новой технике. Но одно дело парад, и совсем другое снегопад. Техники никогда не бывает много. То есть, если вы хотите от меня, что этой техники хватит, не хватит этой техники. То есть, вы должны просто понимать, что вот есть куча снега. То есть, ее можно убрать за сутки, а можно убрать за час. Это как раз и подразумевает то количество техники, которое необходимо, чтобы этой кучи не было. Наша съемочная группа тоже решила устроить небольшой экзамен. Поскольку в редакции нет опытных механиков, мы проверяем теорию. Тяните, Олег. При каких поломках нельзя эксплуатировать трактор? Нам явно попался отличник, отвечал минут 10. С таким ездить не страшно. Могут подшипники ломаться. Приходится менять. Замена происходит недолго. Так, в принципе, в зиме готовы. Варвара Ермакова, Василий Низов. Объективно. ННТВ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...